ну всем привет я тут по своим увлечениям обязательно пройтись на лазилках уже побыл потренировался на тнрфе но в районе где я жил там очень мало лазил поэтому приходилось там использовать трубы на какой-то фигне я даже не знаю как объяснить это там как бы проход официально запрещен но я туда пролазил чтобы немножко подтягиваться а здесь у нас много на улице турников и там много всяких упражнений можно делать из дерева сделаны они сейчас я вот в баню пришел сейчас еще надо пять минут подождать вот в озеро здесь нырять буду предыдущих давно роликах уже есть как раз таки перед тем как уехать на тнрфе я вот здесь вот как бы нырял после бани хорошее место а вон две уточки наверно пора поэтому сейчас пойду я попаюсь так сказать чтобы ну в баню хожу во первых мне это нравится холод тепло холод даже вот как на тнрфе там до солнце сильно жает в океан там охладиться холодная вода потом солнце как бы нагревает да и почти такой же получается эффект здесь тоже нагреваешься и потом в холодную воду нагреваешься как солнце вода солнце вода там океан ну такой не супер жарки там охлаждаешься в океане поэтому так вот телу приятно кожи там прям наслаждение и конечно то что выходит всякие то что мы неправильно кушаем там да допустим если много сладкого кушать то если переедаешь то чаще надо ходить в баню если голодаешь то в баню как бы реже ходить можно потому что организм так не засоряется до чтобы вот с потом водички попить в баню сходить с потом токсины уходит лучше себя чувствуешь хорошо выглядишь энергии больше и очень сильно заметно когда утром посыпаешься более бодрее более такой как бы свежий после в бане поэтому рекомендую всем конечно ну вот ходил в баньку в общем покушать и приготовил уже почти все сел это вот шведские такие вот штучки называется счет буллер счет это мясо а булла это как булочка счет буллер мясные такие типа маленькие кругляшки в общем ну вот так пока у меня тут особо ну порядка особо нету ночью замеск вообще жестко там вообще два спальника ничего не помогло я думаю что от моих вами отхожу газовых баллонов 10 за 20 евро это намного дешевле чем деколтоне и ближе ехать в общем для меня получается газ здесь дешево я начинаю готовить это намного лучше привет всем подписчикам с кем общался на тенерифе вот подружились мы с одним подписчиком неплохо даже вот сейчас я в принципе и начал снимать этот ролик потому что нам показать как его сейчас здесь живу ведь у меня теперь плакат такой модный и вот так вот шмоток все у меня хватает здесь на велосипеде уже катался и хотел сказать что еще с одним подписчиком не смог встретиться на тенерифе он прилетел в тот же день когда полетел мой друг и так получилось что я не уделил ему время но я не мог бросить друга а мы с другом уже договорились наверно там за три месяца по моему или за 4 что он приедет да и мы проведем с ним время да мы не хотели планы все поменять как бы нельзя угодить кому-то если кому-то угодил то другому не угодил и получается так что я я понимаю друга у него очень короткие отпуска он работает 11 месяцев году и месяц он может отдохнуть и чаще всего в этот месяц да там он разделяет по разное время года так скажем по неделе по 2 по 10 дней и вот мы путешествуем с ним вместе уже достаточно давно наверное пять лет и с подписчиком да вот мой друг уехал и подписчик как бы тот тоже палатка убрал я хотел к нему зайти но не получилось не получилось мне ему получается угодить угодил другу я не мог старого друга но бросить и вот с подписчиком пойти там с ним время проводить это было бы просто отвратительно тем более в 40 лет и поэтому извиняюсь если кого-то обидел ну это как бы так просто произошло на самом деле неплохо как бы знакомиться с новыми людьми вот сейчас вот могу общаться вот с человеком станарифи подписчик и очень прикольно это и я скажу что после школы техникума я с многими людьми познакомился на тенерифи и мы вот общаемся с кем-то больше с кем-то меньше разные интересы там кто-то уходит там в йога практику и уже становится гуру привет кости и по-разному да я тоже вегетарианцем был сейчас мясо ем теперь я уже не этот как его там просвещенные кровожадные получается ну ладно как так получилось просто я считаю что надо было сказать что как бы не получилось у меня уделить время потому что все как-то не вовремя получилось ну как все идет так и идет мы в общем всем подписчикам я передаю привет особенно тем 15 процентам которые ставят не лайки смотрят регулярно мои выпуски и комментируют за это как бы отдельное спасибо и очень много новых 75 процентов смотрят без подписки приятно было бы есть бы подписывались и вот такие вот дела так я создаем буду отдыхать спасибо вам за ваше внимание ко мне а я буду уделять свое внимание максимально сколько вам могу отвечать на комментарии записывать видео даже на некоторые комментарии я могу отвечать видео записать мое размышление ему мое видение на ту или иную ситуацию чем я сегодня собираюсь и заняться так как у меня спросили ну что такое почему так вот я люблю загорать голышом там и так далее в общем про это видео сейчас вот я и запущу раньше чем вот вообще запланировано и я иногда захожу вперед видео своей жизни так сказать ну так сказать так сказать вот так вот сказать в общем так получается вот так вот ну вот да вот они вот походные вот два яйца здесь пожарил теперь как это отмыть непонятно очень неудобно где вот это вот это вот да хорошо тоже подписчик посоветовал такую купить просто этой салфеткой потерю все может быть когда такой дикий сильно тяжелый поход но надо готовить тогда можно и это использовать и в речке мы там есть водоем есть то так чтобы в машине жить и на той готовить к и мыть это ну конечно здесь водоем тоже в принципе есть может кстати и попробую ее там помыть сегодня никогда такого опыта не было может быть и нормально будет вот Продолжение следует...